Сегодняшнее видео будет слегка отличаться от моего обычного контента. Мы сегодня ничего с вами обозревать не будем, но я хочу сегодня поднять несколько очень важных тем и одновременно отвечу на очень часто задаваемые вопросы, которые я встречаю в комментариях. И из-за того, что я часто в комментариях встречаю эти заблуждения, меня они прям раздражать начинают. Но не потому, что вы их пишете, а потому что я понимаю, что сейчас очень много рекламы, очень много маркетинговых каких-то стратегий, которые путают, реально запутывают конечного потребителя. И если мы не сильно глубоко окопаем или не находимся в этой сфере, как в сфере нашей основной деятельности, то, скорее всего, очень трудно все-таки разобраться. И сегодня я хочу поговорить с вами о топ-5 самых главных мифов или заблуждений, которые я встречаю в косметической сфере. Но перед тем, как мы с вами пройдемся по всем этим пунктам, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, не пропускайте мои видео. Если вам понравится это видео, я вам гарантирую, что понравятся и остальные видео на моем канале. Поэтому нажимайте кнопку подписаться вот там вот внизу. Также нажимайте колокольчик, чтобы YouTube вас оповещал о выходе моих новых видео. И давайте приступать. Итак, заблуждение номер один. Независимо от того, что написано на упаковке, независимо от того, что обещает производитель, и независимо от того, что вы находите в интернете, декоративная косметика никогда, и я имею в виду, никогда не заменит ваш основной уход. Я очень часто встречаю комментарии, особенно под какими-то обзорами тональных основ, заменит ли эта тональная основа, например, увлажняющий крем. Потому что если я обозреваю какую-то тональную основу, и в главных ее характеристиках как раз-таки прописано, что это увлажняющая тональная основа или что-то в таком духе, очень часто меня спрашивают об этом. Можно ли пропустить тогда увлажняющий крем и просто нанести эту тональную основу? Нет, нельзя. Я всегда это говорю и буду это повторять. Уход это то, что находится абсолютно отдельно от декоративной косметики. Ваш уход вы делаете ежедневно, каждое утро и каждый вечер, независимо от того, будете ли вы пользоваться декоративной косметикой в этот день, или вообще не будете. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, первое, что вы делаете, ну, помимо, наверное, похода в туалет, это ваш уход. Если вы хотите следить за своей кожей, если вы хотите, чтобы она всегда была в хорошем состоянии, никогда не полагайтесь на декоративную косметику, как на ваш основной уход. Потому что декоративная косметика, это просто вот такое вот преображение моментальное. И даже если там написано, что эта тональная основа, например, хорошо увлажняет или питает вашу кожу, эти утверждения нужны в первую очередь для того, чтобы вы понимали, подходит это под ваш тип кожи или нет. То есть, если мы видим тональную основу, и среди характеристик, самое главное, что там заявлено, это то, что эффект сияния, увлажнения и так далее, вряд ли эта тональная основа привлечет большое количество обладательниц жирной кожи. Ведь согласитесь, скорее всего, на нее обратят внимание те, у кого нормальная или сухая кожа, потому что они именно этого эффекта и ждут. В то время как обладательницы жирной кожи, скорее всего, будут обращать внимание на такие характеристики, как мотирование на протяжении там стольких-то часов, вельветовый или бархатный финиш. Это как своеобразные маячки, которые нас притягивают. И тогда мы понимаем, подходит это нам под наш тип кожи или нет. Второй миф или заблуждение, мое любимое, это параноидальная боязнь микробов. И я имею в виду боязнь микробов именно в косметике. Да, конечно, как визажист и как человек с адекватным мышлением, я, конечно же, понимаю, что гигиена и санитарные нормы какие-то должны присутствовать в косметике, но есть такие случаи, когда реально люди просто параноидально боятся каких-то микробов. Им кажется, что от любого их действия сразу начинает очень много чего размножаться, особенно в каких-то кремовых продуктах. И вот эту свою паранойю они часто переносят куда-то дальше. Пишут огромные комментарии, пишут какие-то статьи в интернете, запугивают еще больше людей. Например, недавно я делала обзор на Кушен от Эставалдер, и мне пришел комментарий, что Кушен я вообще в принципе не покупаю, потому что это рассадник бактерий. Я решила уточнить, что человек имеет в виду своим комментарием, и ответ был просто максимально поражающим. Ну, спонжишь, постоянно макаешь туда, и как бы вот он грязный, и вот, собственно, размножаются бактерии. Во-первых, никто не запрещает вам мыть спонж в Кушене, точно так же, как вы моете спонж, например, Beauty Blender или Real Techniques. То есть вы можете абсолютно точно так же каждый раз перед использованием или каждый раз после использования мыть этот спонж и все хранить, в принципе, в хорошем, нормальном состоянии. Если вы не хотите заморачиваться с тем, который идет в комплекте, например, у того же Real Techniques есть вот такая вот штука, и здесь санитарные нормы точно такие же, как и с любыми блендерами, рекомендуется каждые три месяца их менять. Опять-таки, это многоразовая вещь, многоразового использования. Здесь применимы абсолютно такие же правила, как и для кистей, для макияжа, как и для спонжей. Хотите, чтобы это было чисто, мойте это постоянно после каждого использования. В любом случае, на каждом продукте, какой бы вы ни взяли, вот, например, если взять тональную основу, сзади вы найдете иконочку, которая изображает открытую баночку. И там всегда написано число и буква М. Число обозначает количество месяцев, когда этот продукт можно использовать после открытия. Как только вы начинаете пользоваться продуктом, туда, естественно, начинает попадать все подряд, но это не значит, что оно размножается за полчаса или там за сутки. Каждый продукт, перед тем, как выйти на рынок, проходит микробиологические тесты. То есть там реально в чашке Петри стараются размножить всякую гадость и смотрят, как быстро она развивается и когда это становится опасным. И именно на основе вот этих вот тестов потом ставят вот это число, которое вы можете найти сзади. Нужно понимать, что в любую декоративную косметику, ну, если это не какой-то очень натуральный продукт, который нужно хранить в холодильнике, всегда кладут какие-то консерванты, которые предотвращают, собственно, размножение вот этих бактерий. Поэтому, естественно, я никого не призываю, я не знаю, поднимать кисти с грязи и наносить потом косметику на лицо. Все должно быть очень адекватно, но не стоит параноидально прям вот так вот бояться всего. Все эти бактерии всегда вокруг нас. Макияж не делается в каком-то вакууме, в стерильных условиях, в стерильных перчатках. Это же вам не операционное, где должно быть вообще все абсолютно стерильно, чисто. Вы никогда в обычной жизни не добьетесь вот этой стерильности. И наш организм тоже вполне нормально с этим справляется. Бактерии есть везде. В воздухе, на ваших любимых предметах. Телефон это один из самых больших вообще рассадников бактерий, но при этом все им пользуются. Есть реальная такая болезнь, как мезофобия, то есть боязнь грязи, боязнь бактерий, постоянно боязнь чем-то заразиться. Поэтому мой вам совет, пользуйтесь здравым смыслом, а не паранойей. Заблуждение номер три. Опять-таки из моих любимых. И он заключается в том, что люкс гораздо лучше, потому что это полезнее для вашей кожи. Реально есть такие люди, которые очень четко убеждены, что если они будут покупать бюджетную косметику, это очень сильно испортит их кожу, это повлияет как-то на их здоровье. В то время как люкс это полезная для кожи косметика, она делается из самых лучших ингредиентов, она делается из пыли единорога и целебных трав, поэтому ничего плохого она для вашей кожи сделать просто не может. И то же самое, кстати, относится к тому, что профессиональной косметикой нельзя пользоваться каждый день, потому что она очень сильно забьет поры, испортит вам кожу. Все это, дамы и господа, абсолютная чушь. Я уже довольно давно делала видео, которое как раз-таки очень глубоко посвящено этой теме, чем отличается люкс от профа и от масс-маркета. Если вам интересно прям глубоко познакомиться с этой темой, то я вам под буквочкой I оставлю это видео, обязательно его посмотрите. Если вот сейчас вот вкратце об этом рассказать, то если вы действительно начнете разбираться в составах и смотреть составы как люксовых продуктов, так и профессиональных продуктов, так и бюджетную косметику, вы поймете, что очень много компонентов, как раз-таки которые находятся в начале списка, повторяются у всех этих брендов одинаково. Есть даже такие поражающие примеры, когда состав бюджетного средства практически полностью соответствует составу люксового кого-то средства. Например, один из последних, что я помню, это тональная основа Catrice HD с пипеткой. Ее состав, главные компоненты, полностью соответствуют составу тональной основы от Fenty Beauty. Fenty Beauty это люкс, который продается в Sephora, стоит в 5 раз дороже, наверное, или около того. Но, тем не менее, состав, у них первые компоненты, у них прям дословно один с другим сочетаются. Более того, у меня был даже такой спор в комментариях с девушкой, там, где она написала, что я никогда не буду покупать бюджетные тональные основы, потому что я забочусь о своей коже. И я ей ответила, в чем, собственно, забота проявляется. И вот она, как пример, приводит мне тональную основу из люксового сегмента и говорит, вот, я покупаю вот это, потому что это ухаживает за моей кожей. Я, естественно, начала гуглить эту тональную основу, я посмотрела. По заявлениям там, конечно, все очень круто. И увлажняет, и питает, и разглаживает, и сияние, и все, что только хочешь. Но когда включаешь вкладку с ингредиентами, смотришь и понимаешь, что там на первых местах денатурированный спирт, который очень иссушает кожу с течением времени. Этот компонент добавляют для того, чтобы текстура была более легкой, то есть, когда вы наносите, спирт начинает испаряться, и летучие силиконы тоже начинают испаряться, и у вас ощущение, что вы наносите очень такую вот, как тоненькую, приятную тональную основу. В то время, как если вы будете пользоваться ей регулярно, там, и за дня в день, то это начнет иссушать вашу кожу. Но при этом человек очень твердо убежден в том, что он покупает вот эту дорогущую тональную основу и делает что-то хорошее для своей кожи. Четвертый миф или заблуждение. Охота на ведьм. Тоже очень часто распространенная тема в бьюти-индустрии. Периодически находят какой-то компонент, который якобы настолько вредный для кожи, что это поднимает общую какую-то шумиху, общую паранойю, и теперь все хотят покупать косметику без этого ингредиента. Например, если вы помните, пару лет назад была огромная шумиха по поводу СЛС, и настолько она была громкая, что теперь какую банку ни возьми, написано без СЛС. Но в то же время этот СЛС просто заменили чуть-чуть другим компонентом, но об этом люди уже не знают. Но по сути компонент этот ровно такой же, как и СЛС, выполняет абсолютно те же характеристики, точно так же вредит, как и СЛС, но на это уже как бы никто не обращает внимания. Главное, чтобы не было СЛС, а все остальное нормально. Та же самая шумиха была по поводу спирта в составе косметики. Как только видели слово алкогол, сразу начинали бросать тухлые помидоры, забрасывать тапками этот продукт, и говорить, что, о боже, этот крем стоит там, например, 100 долларов, но в нем на каком-то пятом месте, например, алкоголь стоит. Но чего в своем большинстве не знают эти люди, так это того, что не весь спирт вредный. То есть, если вы видите это слово, это еще далеко не значит, что это плохой компонент. Потому что есть, например, динатурированный спирт, который реально может со временем иссушать вашу кожу, то есть делать ее более сухой, и вообще изменить даже ваш тип кожи, например, с нормальной на сухую. В то время как цитиориловый спирт, это полезный спирт, который используется в очень дорогом уходе, и это нормальный компонент, который приносит пользу вашей коже. Очень часто бывает, что просто не до конца разбирается в ситуации, поэтому если для вас этот вопрос важен, то разбирайтесь в ситуации, никогда не верьте, что кто-то где-то что-то там сказал, поэтому этому нужно верить. Читайте статьи, читайте разные исследования, проводите свои микроисследования в интернете, делайте свои выводы, но никогда не стоит поддаваться вот такой вот общей паранойи, общей какой-то шумихе, и делать выводы, которые вы даже сами не знаете, чем подкрепить. И пятый, последний миф или заблуждение. Последний пункт, наверное, самый невинный из всех, о которых я сегодня говорила, это понятие правильно и неправильно в использовании декоративной косметики. Вообще нет такого понятия, поэтому не спрашивайте, как правильно наносить это, как правильно использовать это, а правильно ли я делаю вот это, или правильно ли или неправильно кто-то там что-то показал. Да, есть какие-то общепринятые понятия, но на самом деле я смотрю, что все чаще и чаще мы начинаем нарушать как бы основные правила, но косметика уже настолько изменилась, что сейчас нет каких-то четких правил, и нужно просто пробовать и понимать, как лучше всего работает конкретно для тебя. Потому что одна и та же, например, тональная основа, даже если взять девушек с одним и тем же типом кожи, у них у всех может быть разная текстура кожи, разная ухоженность этой кожи, и это все может выглядеть по-разному. Даже если, как я и сказала, у них один и тот же тип кожи, но есть много элементов, которые могут повлиять на то, как выглядит то или иное средство. Поэтому обязательно пробуйте, как вам нравится. С косметикой самое главное экспериментировать, потому что во время экспериментов как раз-таки рождаются какие-то новые техники. И самые известные визажисты этого мира, которые оставили по себе очень большой след, они все были экспериментаторы. Они все расширяли границы, выходили за рамки, пробовали как-то нестандартно применять косметику, и они таким образом оставили после себя огромный багаж из зданий. Всегда экспериментируйте и смотрите просто, что подходит конкретно вам. Ну что ж, на этом, пожалуй, у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также я вам здесь оставлю другие свои видео, для того, чтобы вы могли их посмотреть. В том числе я оставлю видео по поводу профессиональной косметики, люкса и бюджетной косметики. А если вы это все уже смотрели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.